Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. У нас компания друзей, поведение одной пары мне очень неприятно, вернее жены, назовем ее Эр. Муж у нее прокабычник, полностью подчинен ее желаниям. У нее поведение сначала общаться очень честно, а потом резко проливать общение, игнорировать звонки и любые инициативы. Не звать в гости, когда зовет других общих друзей, причем в присутствии того, с кем вдруг резко перестала общаться. Так происходит со всей компанией по кругу. Например, позвать на день рождения и за неделю резко перестать отвечать, втиху и отметить с кем-то из общих знакомых, потом лгать, глядя в глаза, что она болела или мы еще уехали в командировку. Подруга говорит, что так эта женщина общалась, еще будучи студенткой. Прикол не нов. Я высказал ей свое недовольство, она сделала непонимающий вид. Я удалилась из чата друзяшек. Они с мужем меня вернули и написали в личку с вопросом о том, что случилось. Я им попытался объяснить. Не получается. Я опять удалилась, потому что они выкладывают фотки стасовок, на которые меня не зовут. Смысл мне находиться в нем, любоваться? Я не ждал звать общих друзей к себе на вечеринку. В итоге общие друзья посчитали, что мне на голову кирпич упал. Мне обидно, что общие друзья не спросят у Эр и ее мужа, почему те меня не зовут. Когда Эр вдруг решила вместо того ни с сего отшить нашу общую подругу, я Эр сказала, что если хочет потерять прерывного человека, то пусть продолжает в том же духе. Как себя вести, чтобы не отдалкивать общих друзей и дать понять Эр, что со мной так нельзя. Нежелание общих друзей поинтересоваться, чего это меня перестали звать, можно считать равнодушным? Ну, что именно вам и что считать, я думаю, решать только вам. И больше никому. Я не думаю, что можно говорить о том, мы можем говорить вам о том, что можно считать, например, чем-то. А что нельзя считать чем-то. Я думаю, что это вы решите сами. В этой ситуации, на мой взгляд, внимание заслуживает вот что. Вы говорите, что поведение пары мне неприятно. Вы пишите об этом. Вот, пожалуй, интересно то, о чем конкретно поведение пары вам неприятно. То есть, если вас это задевает, а вас это задевает, то как? Как вас это задевает? Тем более, что вы же сами пишите, что этот человек ведет себя так не только с вами, но и как бы со всеми людьми окружающими, по сути действуя так циклично и по кругу. Поэтому то, как вас задевает конкретно поведение этой женщины, на мой взгляд, является первоочередным для разбора. Разбор. Совершенно очевидно, что вы в этом, скажем так, вы в этом состоянии, да, в этой ситуации, вы как-то себя чувствуете. Вот. Вопрос заключается в том, как. Как конкретно вас это задевает? Речь сейчас идет, наверное, не про то, что вас не должно это задевать. Ну, потому что раз задевает, значит задевает. Речь идет именно о том, как вы себя чувствуете в этом, как конкретно на вас это влияет. Вот. Вот и все. У меня сложилось впечатление, что вы пытаетесь человека поменять, переделать, изменить, может быть, что-то доказать. Дело это заведомо бессмысленное, потому что у человека есть определенная стратегия, у человека есть, скорее всего, определенная жизненная философия. Вот, на основании чего она действует, вот так, как действует, нравится вам это или нет. Поэтому тут, вот, на мой взгляд, опять же, очень важно, чтобы вы сами это увидели. То есть, что человек, вот такой. Дальше. Вы говорите о том, значит, что вы не позвали там своих близких, ну, своих общих друзей, да? Получается, на вечеринку. Вот. Вот. И теперь они думают, значит, что там, ну, что с вами что-то не так. Я думаю, что, опять же, здесь очень важно увидеть, вы сами говорите, что сделали это с психу. То есть, вы находились в эмоциональном состоянии, да, не очень отдавая от себя отчет в том, а что же я вообще делаю, да? Вот. То есть, опять же, это вот ощущение, его нужно исследовать, что это за ощущение такое. Лично у меня сложилось такое впечатление, что вы как будто бы очень сильно зависите от окружающих вас людей. У меня сложилось впечатление, что вот это вот ощущение, что меня не позвали куда-то, да? Вот. Бьет по вашей сумма оценке. И довольно сильно, если это так, то, опять же, очень важно, чтобы вы это заметили. Чтобы вы это заметили и постарались увидеть, что проблематика здесь, она, скорее всего, ваша, а не другого человека. Вот. То есть, вам необходимо провести границы между вашей проблематикой и тем, что делает другой человек. Это очень важно. В данном случае. Вы пишите, что, значит, муж у эр подкаблучник полностью подчинен ее желанию. Ну, подчиненный подчинен, если, как бы, их устраивает, если его устраивает. В чем проблема. Вот. Далее вы описываете, значит, поведение эры. Говорите, что так происходит со всей компанией по кругу. Вот. Пишите, что так она общалась еще будучи студенткой. Прикол не нов. И вы высказываете эр свое недовольство. Вот. Зная это все, вы высказываете эр свое недовольство. На что вы рассчитываете? На мой взгляд, на мой взгляд, то, на что вы рассчитываете, является, является, ну, знаете, такой, некоторой, может быть, как это, как бы это так сказать, вот, некоторой, некоторой верой в свою уникальность, возможно. То есть вы верите в то, что вы настолько уникальны, что вот к вам-то, к вам-то, к вам-то этот человек прислушается. Вот. И получается, что вы оказались совершенно не подготовлены к тому, что она не прислушалась и к вам. То есть вы ожидали, вы ждали того, что к вам она прислушается, к вам она не прислушалась, и вас это, и вас это задело. Вот. Смотрите, смотрите, я не думаю, конечно, я не думаю, конечно, что вам нужно как-то мириться с тем, что вас не устраивает. Да? То есть если, ну, если вы вот как-то чувствуете, что вас не устраивает что-то, да, в поведении другого человека, само собой, что, что терпеть это не нужно, то есть не нужно себя, себя там как-то заставлять, да, вот, пересиливать себя, мучиться не нужно. Но одно дело себя не заставлять и не пересиливать, а другое дело, на мой взгляд, требовать от человека, чтобы вас слышало. Вот. То есть тут вот есть ощущение такое, что, ну, как будто вы себя, знаете, вот очень сильно где-то зажимаете, очень сильно где-то себя подавляется, вот такое вот впечатление складывается. Вот. И, конечно, если это, если это так, вот, если это на самом деле так, то имело бы смысл это поисследовать. Где, где, где вот вы себя вот как-то вот, ну, заставляете как-то вот, где вы себя как-то вот принуждаете к каким-то действиям. Вот. Вот. Например, нет ли такого, допустим, что, ну, к примеру, что общение с друзьями, да, допустим, вот, ну, превратилось вот в определенный момент, что там, допустим, ну, во что-то такое, такое формальное, да, очень, и стало, по сути, ну, от вас, допустим, много сил отнимать. У вас стало отнимать, это много сил, вот, нет ли вот такого здесь чего-то, вот, если есть, то, опять же, это нужно заметить. Вот такой момент, вот, на это я бы мог обратить, пожалуй, что, ну, ваше внимание, потому что мне видится это довольно важная история, вот, вот, как-то, как-то так я бы вам ответил сейчас, вот. Вот, ну, вполне возможно, что вы позволяете как-то вот другим людям, да, по отношению к себе больше, чем, ну, не знаю, чем вам комфортно, чем вам удобно, ну, вот, и, соответственно, может быть, вкладываетесь, ну, очень сильно, или, вот, как-то через, через чур, может быть, вкладываетесь, да, вот, в, вот, в контакт, в контакт с ними, и, вот, отсюда появляется, вот, как-то, какое-то такое, ну, притяжание, что ли, на, вот, какое-то, ну, какое-то отношение к вам, вот. Вот, а люди, естественно, вот, они не готовы к этому, да, люди, они, оказывается, не понимают того, того, что вы от них ждете, вот, того, что вы от них хотите, вот, и в итоге ведут себя, ну, не так, не так, как, как, вот, вы хотели бы, и в итоге, получается, что, ну, все сводится, вот, к разочарованию, к какому-то, вот, вот, мне эта ситуация видится, видится, значит, ну, вот, со своей стороны, под таким углом, вот, вот, вы можете, конечно, быть согласны, да, с этим, вот, можете, можете быть не согласны, то есть, да, мы это ситуация, может быть, по-другому, видеться, вот, ну, так. Как вести себя, спрашиваете вы, и чтобы ответить на этот главный вопрос, наверное, нужно сначала для себя увидеть, какая цель цель поведения, то есть, какой вы видите цель поведения. Вот я от этого уже отталкивался, потому что вполне может быть, что если вы поставите какую-то цель, ну вот, допустим, себе при общении с ней, очень может быть, что эта цель окажется недостижима, ну то есть, в прямом смысле, что вы не сможете как бы это цель достичь. Это нужно учитывать обязательно при выстраивании поведения. И, наверное, как-то вот спросить себя, значит, готова ли я общаться с ней, если ничего не получится. Ну, если не получится цель достичь, например. И вот уже, вот об этом уже, наверное, как-то отталкиваться, да, от этого уже как-то плясать. Ну, если готовы, готовы там рискнуть, к примеру. Ну, хорошо. Вот. С целью все равно нужно будет определиться в любом случае. Вот. Что до друзей, когда вы говорите, можно ли считать их поведение равнодушными и так далее. Вот. Можно как угодно считать. Вопрос в том, здраво ли вы оцениваете то, что происходит. Вот. Понимаете? То есть, если вы оцениваете, ну, поведение друзей из своей обиды. То есть, вот вы чувствуете себя как-то, ну, обиженно, покинута. Например, если вы чувствуете, что вам неприятно, если вы чувствуете, что, ну, как-то болезненно для вас вот эта вся история, то вряд ли вы можете оценивать как-то корректно то, как ведут себя друзья. Вот. Потому, потому, на мой взгляд, самое лучшее, что вы можете для себя сделать в этой ситуации, это хотя бы просто выслушать друзей. Вот. То есть, ну, просто дать им возможность что высказать и делать, ну, и делать еще выборы какие-то. Вот. Основываясь на том, что они вам, допустим, скажут. Вот. Мне это представляется наиболее таким вариантом, который мог бы, ну, как-то вот их. Ваши интересы защитить, да? Вот. И защитить от того, чтобы вы как-то потеряли людей, да? То есть, ну, просто вот ничем не оправданная потеря каких-то важных для вас людей. Вот. Это, на мой взгляд, имеет значение, имеет, ну, имеет значимость, да? Вот. Вот. Ага. Вот. Как-то. Как-то так. Я думаю, я думаю, можно вам ответить с точки зрения психологии и с точки зрения психотерапии. А в целом, в целом, если для вас, ну, важна социальная жизнь, вот, то есть определенный досуг социальных и так далее, то, на мой взгляд, ну, вы проявляете некоторую негибкость в взаимодействии с разными людьми, вот. У, ну, у которых, у каждой, у каждой из которых есть вот свои особенности, да? У каждой из которых есть свои, вот, какие-то, ну, нюансы, есть какие-то свои, значит, предпочтения, предпочтения, вот, и так далее. Это абсолютно нормально. И вам, как человеку социальному, да? Вам, как человеку, который вот, ну, для которого социально важно, вот. Ну, наверное, имело бы смысл смотреть в сторону, в сторону того, чтобы быть более гибкой. И, естественно, никто вас не заставляет это делать, и если вы не хотите, то не надо. Просто вопрос заключается в том, какая тогда альтернатива? Что тогда вы получите? Или, или по-другому, по-другому можно спросить, что тогда вы будете получать? Ну, вот, если вы продолжите такую же модель поведения, вот. И хотите ли вы это получить? То есть, хотите ли вы, ну, опять же, да, вот, такого результата? Именно поэтому и именно поэтому так важно, чтобы вы определились с тем, какова цель, значит, какого-либо поведения с человеком, который вас не устраивает. Вот. Это очень важно. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам удачи и всего доброго. Обращайтесь. Посмотрите опять. Продолжение следует...